Я Павла слышу, а Павел меня не слышит. Давайте. Да, раз-два. Раз-два, три-четыре. Хорошо командуйте. Продолжение следует. 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 Но здесь тоже есть интрига, хотя вижу, что уже выходит Антон Семышев. А так-то вчера СМД РУ спас игру вместе с Максимом Белогорцевым. И вполне возможно было увидеть их в стартовом составе. Но нет, Константин Брянский приерживается того состава, который дошел до этого полуфинала. А это Павел Панков и Цветан Соколов по диагонали в центре сетки Илья Власов и Вадим Ликошорстов. И в доигровке Ярослав Подлесных и Антон Семышев. Либера Евгений Баранов. И главный тренер Константин Брянский помогает ему. Алексей Побешин, вот он сейчас на ваших экранах. Посмотрим, как сложатся дела у Семышева сегодня. Который, в общем, как ни крути, все-таки относительно неожиданно ближе к концу сезона оказался игроком в основном стартового состава. Да, неожиданно, потому что Деру получил травму. Но насколько этот шанс Семышев использовал на 110%. Он не только заменил травмированного лидера, но еще и очень прилично его заменил. Стал основным игроком и в некоторых матчах даже решал вопросы, которые не могли решить другие. Ситуация чем-то похожа на ситуацию с Подребинкиным. Да, полностью согласен, 100%. И, кстати говоря, сегодня начинал Политаев, но в третьей партии вышел Подребинкин. Вышел очень прилично и закончил игру, и очень помог своей команде. И во многом, благодаря игре Подребинкина, ну, конечно, там Клюка солировал, но Подребинкин серьезно ему помогал. Как минимум, да, и так этот матч у нас начинается с подачи Марка Ивовича. Локомотив. Ух, поехали! Очень интересно. Алексей Родичев, посмотрите, с какой агрессией и как настроен на борьбу, да, то есть не стал отжиматься, не стал там что-то выискивать, какие-то варианты. Просто на силу по линии, ба-бах и все. Первый очковый локомотив. Ивович перед этим сыграл в защите. Ну, в общем, относительно простой мяч, но, тем не менее, его так или иначе еще нужно было сыграть. И Марка Ивович, который может очень сильно испортить принимающим любой команды настроение. Сейчас в сетку. Да, кстати, мы не представили инспектор сегодняшней встречи, как и всего финала шести, инспектор ВФВ, это Михаил Подлозный. И главный судья, главный арбитр соревнований, замечательный, великолепный Андрей Зинович. Они сидят, смотрят и отслеживают всю эту ситуацию, чтобы все было под контролем. А кто и вот у нас грядет самый, наверное, опасный планер в нашем чемпионате, наряду с тем, что подает Яковлев. Двойной блок встречает Шербинина. Дмитрий Шербинин не обладает какой-то запредельной высотой. Его конек это скоростной съем, вариативный съем. Ну, а когда вот так четыре руки, то здесь, конечно, Шербинин был бессилен. Ну и да, Вадим Лихошерстов это человек, который пуляет камни в сторону соперника, от которых даже очень сложно увернуться, не то что принять. Вроде чего удается принять почти, казалось бы, идеально, но нет. Абаев в задней линии. И Николай Книжников говорит о том, что Абаев играл на стороне соперника, чего делать он не имел права, а Власов корректно нападал по переходящему мячу. Очень тонкая в таких случаях край между приемом плюс-плюс и ошибкой. Да, буквально сантиметр, согласен. Вадим Лихошерстов, пока такая у него средненькая подача, но Родичев блокирует. А, подождите, я неправильно сказал в состав московского Динамо. Нет Ярослава подлесных, начинает с МДРУ вместе с Антоном Семышевым. Смысл интриги был в том, что либо один из них, либо другой, а они оба в итоге вышли, не вышел подлесных. Да, да, совершенно верно. Ну и теперь сразу при счете 1-4 перерыв Пламена Константинова. Послушаем. Пламен разговаривает индивидуально с Константином Абаевым. Ну и давайте скажем о том, что Динамо и Локомотив дважды встречались в рамках этого розыгрыша чемпионата России Суперлига Париматч. И дважды сильнее были москвичи 22 декабря в пятом туре у себя дома 3-0. И 17 февраля в 17-м туре в Новосибирске Динамо выиграла со счетом 3-2. Преимущество это или нет на сегодняшний день уже и неизвестно, потому что это полуфинал и здесь все по новой. Ну и конкретно на этом турнире Динамо команда идущая без поражений. Локомотив одна победа, одно поражение. Лихошерстов после перерыва. И все вроде чего. И сам же Вадим в защите сыграл, не было либера. Цветан Соколов, вчера показавший великолепную игру против факела. В одиночку практически сражавшийся со всей командой факела. И Дражин Любович, который набрал 34 очка в матче с Казанским Зенитом, показывает, что да, могу отыграться от рук и еще как. Неровный пока турнир, потому что первый матч получился выдающийся, а второй получился не выдающийся. Просто в силу того, что он даже провел его не весь на площадке. Ну поэтому и весь не провел. Да, да, совершенно верно. Дмитрий Щербинин, силовая подача, хорошо справляется Баранов. И быстрая передача на Соколову, но практически в одиночку разбирается с этим, ну и сложным, сложным моментом Родичев. Потому что быстрая темповая передача, давайте посмотрим. Куркаев отыгран, практически не успевает. И Родичев один в один закрывает лидера. А я уже говорил, приводил пример, вернее ссылался на слова Соколова о том, что одиночный блок для него проблема. Ему бы лучше 2 или 3, и тогда он чувствует себя более комфортно. Чем хуже, тем лучше. Да. Ну вот сейчас зеркальная ситуация, по-другому сыграл Светон. А блокирующий ровно так же, как Родичев, что закрывал, то и закрывал. Рукаев как не успевал, так и не успевал, но просто по-другому ударил Соколова. Разрыв блока был, да? Ситуация так иначе для него комфортная. Все, прошел переднюю линию, отправился подавать. Почти эйс. Хорошая атака будет у москвичей, но молодец Павел Панков. Я вам скажу, что вот этот финт, он используется очень многими связующими. Причем он не выдумывается, он не задумывается, не анализируется. Это делается автоматически, потому что в углу пятой зоны в этот момент никого не должно быть. И поэтому очень часто такая скидка проходит. Да, и на практике получается так, 6-3. Как минимум две подачи будут у Светана в этой расстановке. Почему-то все выцеливают Родичева, очень странно. Для меня, по крайней мере, да, он на передней линии, все понятно. Но, тем не менее, Родичев это тот человек, который, наоборот, стабилизирует прием, а не разрушает. Светан Соколов вчера в прошлой игре с факелом набрал 30 очков. И это, конечно, ого-го. И 63% эффективности в атаке. Посмотрим, как будет сегодня. О, его высота атаки, конечно, безусловно. Я бы уже, честно говоря, попросил бы кого-нибудь замерить. Потому что я ставлю на 2 метра над сеткой. Но, может быть, ошибаюсь, и там будет 2.15. Как вам кажется, Тарас, 2.15 пойдет вот такая передача? Очень похоже, где-то около того, да. Ну, в принципе, тут... Если специальное оборудование использовать, то можно прямо по онлайну, прямо по телеэфиру мерить расстояние над тросом, высоту над тросом. Но, действительно, Власов выше всех сегодня. Ох, как хорошо! Заменил центр у упавшего в первой зоне Соколова. И выступил в роли диагонального доигрыша московского «Динамо». Взаимозаменяемость очень хорошо. И сам «Дыру» идет на подачу. Посмотрите, как это было. Соколов упал. И «Дыру» вместо него в задней линии без проблем. Московская! Сен-Дыру вчера великолепно вышел. Сначала вместо Семышева. Потом, значит, уже доигрывала игру пара как раз вот эта, Семышев и Дыру. Потому что сначала у Семышева не пошло, потом у подлесных не пошло. В общем, ни у кого ничего не пошло. А Сен-Дыру вышел и очень сильно помог своей команде выиграть 3-2. И попасть в полуфинал с первого места. В принципе, команды в отношении этой позиции похожи. Потому что 3-д игровщика на 2 места вариативно. И у той, и у другой. Да, да, да. Все трое играют достаточно много. И там, и там. Кривиченко в защите. Посмотрите на приеме. Не Кривиченко, а в защите Кривиченко. Пока так. И не успевает, не успевает скинуть. Вернее, успевает Панков перенести руки и перекрыть вот это направление. Часто мы говорим о том, что вот эта скидка для того и придумана, чтобы опережать блок. Скидка не над блоком, а в блок, да. Опережать блок. Но в данном случае Павел Панков успел перенести руки и не дал Ивовичу отыграться блок-аут. Кисевич выходит. Такая ранняя замена связующего при счете 5-9. Очень быстро, да. Очень быстро. Пламент Константинов меняет Абаева. Молодого, перспективного. Но опытный Кисевич сейчас рассчитывает Новосибирск на него. На его опыт прежде всего. Подвигает помаленьку Динамо вперед. Пока это, конечно, далеко не критично еще, но уже звоночек тревожный. И вот следствием этого тревожного звоночка появилось. Кстати, очень ранняя замена. Прямо... Слово психанул тренер говорить не хочется. Нет, я... Но среагировал бы эмоционально с одной стороны, с другой стороны по делу. Я думаю, что он среагировал на то, что Абаев не выполнял установку. Потому что наверняка был какой-то план на игру. И вот тот первый перерыв тренерский, когда мы видели персонально, Пламент разговаривал с Абаевым. И, видимо, что-то они еще раз обсудили. И после этого обсуждения Абаев продолжил делать что-то не так. И поэтому такая замена. Да, и хороша подача. И, кроме прочего, у него, ежели что, если понадобится еще и три нападающих на передней линии сейчас, но в данном случае это не нужно, потому что просто блок не проходит Новосибирск. Да, Иович как-то полумерами обошелся и не рисковал, и не оставлял мяч в игре. Просто ткнул его в руки ликошерства. Ну, а это дело безнадежное. Второй перерыв. Ощущение полной безнадеги. Как так? Пошел через центрального. Без шансов вообще, да. Второй перерыв Пламена. Послушаем, если есть такая возможность. Сейчас будет первым условия Лисба на матчах. Давай, подстройся в ближайший. Давай, давай, давай. Женя! Хорош! Я не слышу Пламена. Мы, к сожалению, не услышим. Надеюсь, что народ, сидящий около телевизора, слышит значительно лучше. Поэтому все-таки мы... Но хочу сказать... Соблюдение правил ради будем помалкивать. Хочу сказать, что на приеме Роман Мартунюк играет. Либера у Локомотива, а в защите играет Семен Кривиченко. В Динамо же Евгений Баранов эту функцию выполняет в одном лице, как говорится. Николай Платоныч Патрушев с супругой на волейболе, как всегда. И Павел Панков, как всегда, на подаче. Но, на всякий случай, если уж речь зашла о сменяемости Либера, напомним, что в Динамо как бы есть, но как бы нет, Лауре Керминин. Все-таки обладатель Кубка Яковы. Да, Кубок Яковы играл Керминин, кстати говоря. А весь чемпионат и Кубок России отыграл Евгений Баранов. Ваут, ваут. Почему-то Люборич непонятно. Мог попадать в площадку. Хватало ему для этого места, но очень далеко ваут. 12-6. Многовато. Это в данном случае для Либера достаточно просто. Семашев в великолепном защите должен сам забить и делает это Антон. Вот это его игра. Вот таким образом он встал в состав и помогал Динамо выигрывать титулы. Вчера была осечка, скажем так. Неудачный день. Ну а сегодня, посмотрите, все в порядке. Игра в защите и потом доиграл. Очень мобильный все-таки, моторный. И даже невзирая на то, что минимум времени было, оттянуться успел сделать шаг назад. Все в данном случае просто с точки зрения перемещений в этом эпизоде просто идеально. Еще раз Панков укорачивает. И трос помогает в данном случае его команде. Ну а Люборич сыграл гроссмейстерски. И тройной блок обыграл этим накатом. Не скидкой именно, а именно что накатом. Это совсем другое. И Панков даже не смог этот мяч поднять. Хотя был уже к этому готов. Сильного удара здесь быть не могло. Тем более, еще, посмотрите, Люборич был в задней линии. Это еще сложнее сделать. Право, Дражин Люборич. Отдельно взятый сам по себе эпизод красивый. Но как бы, конечно, не было поздно. Посмотрим. Много, много преимуществ Динамо давать нельзя. 47. Да, двукратный перевес московского Динамо. И Антон Семышев идет на подачу. Ну а в Динамо, по сути дела, любой выходящий на подачу игрок. Это большая опасность для принимающей команды. Это эйс. В очередной раз больше всех эйсов у Динамо, если брать по команде в чемпионате России. Не просто так они выиграли регулярный чемпионат. Но и подтверждает свой высокий уровень. Да, много ошибок, конечно. Но в решающий момент у кого-то да прорежется. Более или менее в обязательном порядке. Даже с поправкой на то, что Цветан Соколов с точки зрения подачи не в полном порядке. И он опасен тоже, безусловно. Вспомним тот же самый второй финальный матч Кубка Якова с Питером. Не, вот Цветан очень сильная подача. Другое дело, что нестабильная. То есть он теряет больше, чем выигрывает. Но если уже приложится, мало никому не покажется. Ну а сейчас Ивович выигрывает тяжелейший мяч. Можно даже сказать, в какой-то степени случайно. Но я много раз говорил о том, что в волейболе не бывает случайностей. И выиграл он за счет ошибки Блока, а не за счет своей гениальности. Идеальный прием Семашева. И сам же на пайп. Вы посмотрите, сам сыграл в защите, сам забил. Сам принял, сам забил. Ну как вот такого игрока не полюбить? Конечно, Панков его любит и постоянно ему пасует. И Антон отвечает взаимностью. Когда вижу вот такие моменты, сразу вспоминаю. То, что опять же, возвращаясь ко второму финальному матчу Кубка Яковы, у него после первой партии было 100%, после второй 92%. Вот так это на каком-то отрезке этой игры. Протому что нападал, то он достаточно много. Ну вот опять Лихошорстов, и опять ждем от него сложного планера. Дождались, будет высокий мяч у Родичева. Ну, Тесевич, нет, не встречается с Люборичем. Да, увы. Динамо тут тоже. О, пошел футбол. Футбол, да. И опять на четыре руки Щербинину. Не везет сегодня Дмитрию Щербинину. Сначала Абайф его на четыре руки посадил. Теперь Тесевич. И больше всех в этой ситуации тут так визуально доволен явно Панков, который этот мяч с успехом и отфутболил на чужую половину. Да, вот мы видим этот повтор. Молодца. Так, а запрос у нас, челлендж будет. Касание сетки на блоке, да. Ну, поглядим, поглядим. Далеко не факт. Если в итоге очков польза Динамо, то дальше на подачу у нас... Нет, касания сетки не было. Не было. Я думаю, что это просто нужно потянуть чуть-чуть время, потому что чем его еще потянуть? Динамо катком пока проходится по локомотиву в первой партии. И ничем невозможно этот каток пока новосибирцам остановить. Ну и снова крайне неприятная планирующая подача. В первом случае с первого раза в этой расстановке локомотив сняться не сумел. Там потери были достаточно большие. Трижды, по-моему, подавал Лихошерстов. Да, он подавал в Родичева. Ну, вот сейчас рисковал. А вот перед этим, перед перерывом, он подал в Мартунюка. И Родичев-то лучше гораздо справлялся с приемом. И вот, наверное, все-таки сделал какую-то поправку на ветер. А, может быть, подсказал тренер. И перешел Лихошерстов от подачи в пятую зону. Подавал уже в шестую. И Мартунин не справился. Щервинин. Заступ. И Тисевич сыграл в защите и заступил Семышев. Но это, по сути, первая ошибка вообще в атаке у Динамо какая бы то ни была, да? Если я правильно помню. В общем-то, получается, что так. Еще статистику по собственным ошибкам как раз в конце партии посмотрим. Но сет в целом явно получается достаточно чистый у команды Константина Брянского. Выбивает Щервинин Семышев. И будет хорошее. Нет, ничего не будет. Ой-ой-ой-ой. Да, это, конечно... Беда-беда. Да. По-другому не скажешь. Не разобрались все игроки Локомотива. Не разобрались, кому же подбить мяч в этой простейшей ситуации. Выходил Тисевич. И, конечно, не он должен был подбивать однозначно. Но и почему Ювич это не сделал, загадка. Главное, что момент был такой. Как раз вроде бы немножко запрежил свет в конце туннеля. Первая ошибка у Динамо. Возможность для доигровки. И нет, упускают шанс из свой. А вот и первый эйс от Соколова. И опять на Марка Ювича, который вот две ошибки допускает. И сразу это чувствует фламен Константинов. И мгновенная замена. То, что не довел, это очень грубо. То, что сейчас не принял, это очень плохо. И в том и в другом случае наиграл на замену. Сергей Савин, капитан команды, выходит на площадку. Ну, а у Динамо капитан Павел Панков. Вот к вопросу о вариативности. Мы прекрасно знаем по опыту всего сезона, что в том случае, если проблемы у кого-то из пары доигромщиков, вышедших в стартовом составе, начинаются, то там замена долго не заставляет тебя ждать. Такое часто бывает в Новосибирске. И здесь действительно, ну, объективно все. Да, и в Новосибирске, и в Динамо, вот очень хорошо Тарас подметил, что именно три практически равнозначных доигровщика. И здесь ротация может быть любой. И это очень полезно и важно для команды именно иметь вот полноценных таких людей, а не резервистов явных. Защищается глубоко за задней линией Савин сейчас получается. Ну, с учетом того, что площадка 10 метров, он защищался, наверное, практически в 11-м. 20-е очко. Правильно, да, правильно. Цвет высоколов набирает. Но мне кажется, все-таки площадка 9 метров. 9, да. Он защищался практически в 11-м. А, да, да, да. За шестой зоной. Да, первая партия за явным преимуществом московского Динамо. Что-либо анализировать здесь бессмысленно. Новосибирску нужно как можно больше здесь откусить, набрать каких-то очков и думать о второй партии. Но скажу и по своему опыту, и по опыту других коллег, что легко выигранная первая партия – плохая примета. То есть вот первая партия, выигранная за явным преимуществом, вот когда команда даже соперника 15 очков не набирает. Плохая примета. Лучше выигрывать в борьбе. Но посмотрим, как будет сейчас. Да. Кстати, насчет равноценности для игровщиков. Вот еще маленький такой аспект. Об этом подумал, что у нас саморезультативный игрок в составе Динамо в квадрате для запасных. Саморезультативный игрок первого матча. Первого матча, да. Ярослав Подлесных начал эту игру в квадрате запасных. Набрал 24 очка. И тогда у него получалось все. В игре с питерским «Зенитом» просто был день имени Ярослава Подлесных. К чему бы он ни прикасался, все обращалось в положительные действия, а именно набранные очки для его команды. Во второй игре было значительно хуже. Ну а сейчас пока отдыхает. Попал, попал. Родичева. Ну и вот к концу сезона Алексей Родичев очень прибавил. Редко мы видели его и в прошлом сезоне. И в этом поначалу не часто появлялся на площадке. Но потом добавил и стал игроком основного состава. И сейчас, посмотрите, без него уже не обойтись. Это, конечно, еще не погоня, но, по крайней мере, уже повод взять тайм-аут. Первый повод по существу такой в матче для Константина Брянского. Да, это очень хорошо для Новосибирска, чтобы, как я говорил, немножечко откусить какие-то очки на следующую партию. И очень хорошо для Динамо, потому что, чтобы не выиграть очень много, как я говорю, плохая примета. В общем, для всех хорошо. Эти два эйса Родичева подходят всем. Идеальный расклад. Для вида спорта, где при любом раскладе выигрывает только один. Собственно, как и в любом виде спорта практически. Да, в волейболе ничьей не бывает. Ну и сегодня точно мы узнаем финалиста, завтрашнего финалиста чемпионата России Суперлига Париматч. После перерыва Родичев продолжает рисковать. Трос смягчает эту подачу. И Сергей Савин только вышел и сразу предъявил свои длинные руки Соколову. И заблокировал его. Сэндеру страховал. Ну, практически там, где надо, но с такой страховкой. Вот только за счет везения, если прямо в руки прилетит какой-то. Да, ответственный отскок не подстрахуешь. Родичев. Четвертая, по-моему, уже подача, да, будет? И уже 15-20. Ошибается Алексей. Понятно, что вечно это продолжаться не может. Но неплохо, неплохо выступил и приблизил свою команду к Динамо. И уже концовка будет не такой скучной. Подача Власова, в общем, конечно, традиционно нестабильная. Но здесь и может с чистой совестью рисковать при счете 21-15. Да, но и отметим, что некоторое время назад Власов еле сетку перебивал каким-то флотом, который даже флотом не назовешь. А сейчас за счет работы все-таки подает более-менее приличную силовую подачу. Да, и порой затрудняет. Я даже видел одну игру, где он подал три эйса. Даже такое было. Вот в недавней «Зенитов» второй копии ЕКВ один был. Помню, там тоже случилось. Тройной блок накрывает Антона Семышева. И Дмитрий Лызик, кстати говоря, выходит на подачу. А вместо кого? Вместо Ильяса Куркаева. Лызик подает силовую и очень опасную. И посмотрим, для подачи он вышел или останется вместо Куркаева и на передней линии. Если дойдет по счету и по расстановке. Второй раз Семышев не ошибается. Но и передача другая. Вы видите, передача темповая. Передача быстрая. И здесь Семышев 4 по 4 король. 22-16. А, нет, возвращается обратно. Куркаев вместо Лызиков. Замена только под подачу. Исключительно тут уже... Ребята, на клуб, посмотрите, на клуб! Замены центра на центра на постоянной основе не будет. Ну, собственно, тут при таком развитии событий, даже если бы он остался, могло бы дело не дойти до выхода его на переднюю линию. Танков от души зарядил сейчас. Низкая передача для Савина. Только по рукам? Да, и Деру стоит на месте. И сам же, конечно, прибежал атаковать Пайп. И это, честно говоря, бросало их в глаза. Вот мне, по крайней мере, было понятно, что может быть такая ситуация. Но все крайние блокирующие Новосибирска разбежались по своим краям. И оставили в центре одинокого, посмотрите, Щербинина, который, конечно, с этим Пайпом один справиться не смог. Хотя пытался, пятую зону закрывал. У Панкова отличный, конечно. Подача летит в первой партии. Но, собственно, она у него регулярно. В целом по сезону летит отлично. Ошибается Деру. Заготовка московского Динамо, если Панков касается первым, то, конечно, будет Пайп. Все это знают. Используют, как правило, наверное, с 90% реализацией. Ну, 90% реализация этой ситуации. Сейчас ошибается Деру. В том числе и потому, что уже Новосибирск ожидал эту комбинацию. И блок все-таки противостоял Деру. Не без блока он атаковал. И Хашорстов опережает Щербинина. И если у Власов это огромная высота, и за счет нее Илья выигрывает, то посмотрите, Вадим. Это прежде всего скорость съема. Вот так махнуло рукой, что Щербинин даже не успел руки сомкнуть. Кстати, между рук у Щербинина прошел этот мяч. Да, рука очень быстрая. По первой зоне Савин еле-еле вытаскивает. Тяжело будет Любович, и оставляет в игре. Ну и будет Семышев. Нет, посмотрите, это уже покуражились, это уже цирковой элемент. Так, да, тут для такой атмосферы еще немножко, наверное, Эрбин Ангапета не хватило. Ну все, мы сейчас как раз исполнил. Исполнил не хуже, мне кажется, Ангапета. Смотрите, вдвоем поднял два блока на себя, и Соколов атаковал без блока. Ну что, победа за явным преимуществом, без вопросов. Динамо, ну реально никаких вопросов не было, потому что они достаточно рано, уже до счета 10, убежали вперед. И затем, как говорится, просто ждем начала второй партии, посмотрим, что будет дальше. Дисклейдан. Продолжение следует... 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 Соколов будет продолжать наращивать преимущество Но Иович справляется не очень хорошо, но тем не менее Это поднимется точно И тут достаточно комфортно Панкову Ух ты, как хорошо, Мартынюк-то сыграл в защите И почему же никто не помог? Второй раз в этой игре Высокий мяч, который под потолок поднимается в защите или перебрасывается Не доигрывается игроками Новосибирского локомотива Это, честно говоря, детская спортивная школа Должна разбираться легко с этими вопросами Ну а на таком уровне об этом даже неприлично говорить И потери-то критически доигровок-то потенциально хороших В общем, не очень много по этой тяжелой для них игре А теряется и это, отдают сами Подача очень непростая еще, ко всему прочему, в конфликтную зону Вау, так я не опустился там мяч в площадку 7-3 Панков красивый и хорошо все сделал Но Куркаев отследил, посмотрите Абаев прыгнул в Панкова, а Куркаев все-таки контролировал Власова Руки далеко очень Удобный как раз на том И это он продолжает подавать, когда он 4-3 вышел 7, уже четвертая подача Вау Смотрите, как переживает человек, да Который мог бы сказать Ну ладно, какая мелочь, какая ерунда Нет После трех ты подал их, что же, в самом деле И это вот, я поверьте, я знаю, это не показуха Это не игра на зрителя, на тренера Ох, как сильно я переживаю Он реально переживает И вот тогда это ты большой спортсмен, когда ты уже все сделал И все равно переживаешь даже за такую неподачу Из глубины под кожу Куркаеву И опять это ошибка Блока Да, Панков молодец, попал в руку Илье Илья сообразил, что с этим мячом сделать Но если бы Куркаев донес эти руки на ту сторону и перенес вовремя Посмотрите А, нет, это был не Куркаев, а Абаев, да Но тем не менее, ошибка на Блоке Часто, не знаю, 90% мячей, которые между руками и сеткой Это ошибка блокирующая Косяка кладет Ивович Неужели выиграет? Нет, не выиграл, но почти Семышев Ну, как минимум, затруднил фрибол, да? Да, но я хочу отметить его защиту Он же отзащищался Ну и сейчас уже все идеально И, конечно, с сетки гораздо удобнее Власову атаковать, когда Панков пасует с сетки Они из глубины И гораздо тяжелее новосибирскому блоку Ну вот как-то мы все ждем, ждем, когда же борьба образуется Она у нас никак не образовывается Пока никак, да, пока Динамо доминирует Ну была очень напряженная полуфинальная первая игра И здесь просто электричество в воздухе висело Немножко, по крайней мере, выдохнуть дает Сэм Деру Не будет второй подряд убойной подачи Вспоминаем о том, что у нас буквально Пара минут назад была серия диагонального Динамо Куркаев подает Илья Куркаев иногда переходит на силовую И сейчас тоже гибридный подброс и силовая подача в Антону Семышева Ну а здесь быстрый пайп за головой не проходит И решил разыграть Власов Да, на сетке Панкову равных очень мало И много вариантов упало Он мог сейчас прижать к рукам Ивовича и выкинуть в аут Ну а принял другое решение Панков и оказался прав Немножечко Ивович апеллирует главному арбитру Николаю Книжникову Чтоб бросок был у Панкова Но нет, все было корректно И подача Ильи Власова будет С нашей точки могло показаться, что придержал Но тут для этого есть специально обученные люди, которые ответят за вердикт А, передача попал ли? Похоже, что попал, попал Нет, не попал Вот сейчас посмотрим, попал или не попал Если судьи показывают Будут Но я хочу этот эпизод разобрать Почему? Потому что Люборич шел в определенную точку Он шел в то место, где наигранно с Абаевым Но он не учел одного Что мяч был доведен практически к столбу в другую сторону И уже Абаев не может Ну и может, но это сделать очень сложно По сути, именно в ту точку 50 на 50 Да, куда ты приходишь Поэтому нападающий должен чуть-чуть задержаться И все-таки последним шагом отреагировать на тот или иной недоброс или переброс от связующего Если доводка идеальная, да, ты бежишь куда тебе надо И тебе в руку должны попасть Но при такой доводке это сделать очень сложно Ну а сейчас получается, что он с мячом практически и не встретился Потому что тот пошел Да, он прибежал и остановился Потому что он прибежал раньше, чем прилетел мяч Илья Власов 11-5 Не ошибается Власов и затрудняет Тяжелый прием снова Банков все время на сетке борется с Ивовичем И практически все время выигрывает Ну а Семаша сегодня близок к безупречному Кроме одного заступа на пайпе Больше ничего негативного в атаке не помню Ну запил там разве что не все Но там эффективность за 60% по итогам первого сета Все, Савин, Савин появился снова не первый раз в этом матче Замена у нас это происходит Ивович, да, не удивляет сегодня и не вывозит, как обычно Вот, но что касается Семышева По первой партии, да, 5 атак, 3 забил Одна ошибка, это заступ и один удар в блок Много закрыли линию Люборичу Оставили всю площадку И здесь, конечно, практически не обводил блок А бил мимо пустого места, да То есть, если сейчас будет повтор, мы увидим, что очень слетел в конце нединамовский блок И много было вариантов у Люборича Что он и сделал, ударил по первой зоне Соколов, кстати говоря, место выбрал неплохо, мог бы и поднять Стрессовая, кроме прочего, конечно, рабочая атмосфера для Абаева Потому что бегать, пасовать приходится то в 4, то в 1, то в 6 Ну и подряд практически Ну любая команда, которая играет против московского Динамо Так или иначе сталкивается с тем, что приходится побегать Потому что, как я уже говорил, сильнейшая подача, если брать по команде в чемпионате У этой команды, у московского Динамо, это объективно так Павел Панков, один из тех, кто частенько заряжает, и вот сейчас не исключение Не будет даже атаки у Новосибирска Ну что придумают? За голову быстро Соколову По рукам Щербинин опытный просчитал эту ситуацию Бросил в свою зону и пошел к Соколову практически заранее И успел, успел смягчить, но цветом был сильнее Ну и Панков, конечно, как автомат Перерыв Пламена Константинова При счете 6-14 Да, пока борьбы нет Пока спокоен пламен Константинов И его спокойствие, на мой взгляд, обусловлено тем, что нечего сказать Ты не можешь ничего подсказать, ты не можешь ничего скорректировать Потому что просто нет ничего У тебя пропасть по отношению к сопернику Ты проигрываешь везде и во всем И что тут скажешь, тяжелая ситуация для тренера После перерыва Панков ошибается Первая, по-моему, ошибка У него 6 подач В первой партии было без ошибок Ну и опять же здесь, так или иначе, не в первом случае То есть уровень стабильности, это весьма серьезный Да, 6 подач у Панкова безошибочно в первой партии Походу, это первая ошибка на подаче Павла В целом, опять же, это подчеркивает, что мало, очень мало брака Своего Контролирует Панков, контролирует, контролирует Ну, вы знаете, получают ребята из Динамо удовольствие от игры Это видно, когда все получается Панков прочитал этот накат И мало того, что прочитал Он еще и подвесил ровно в ту точку, в которой нужно дыру Для того, чтобы эту атаку совершать Смотрите Никогда, когда у них подобного рода вещи происходят Нет ощущения, что это была какая-то нештатная ситуация Она же нормально нештатная Ну так ничего никаких трудов денег не вызывает Для других команд она нештатная Для Динамо это норма Пока видим такой расклад Не страхует никто Родичева Ну и 16-7 Это как-то уже не очень прилично выглядит Для полуфинала чемпионата России Ну, грустно совсем, да Совсем грустно, да Еще один перерыв Константинова Ну и посмотрим, будет ли Пламен повышать голос Думаю, что когда-то придется ему это сделать Ну, кстати, мы помним полуфинал Кубка России в этом зале Когда Новосибирск проигрывал 0-2 Или не полуфинал, это была игра в подгруппе Да, у нас финал шести был, Кубка России Да, я уже так стопки сюда не вспомню Это была игра в подгруппе И Новосибирск проигрывал 0-2 И потом 3-2 выиграл И опять же, здесь же В первой игре с Казанским Зенитом Новосибирск опять же проигрывал 0-2 И 23-21 проигрывал в третьей партии И выиграл у Казанского Зенита И, в общем-то, сегодня Казанский Зенит Впервые за 15 лет без медалей И сегодня занял пятое место, обыграв факел И будет играть в Кубке Вызова Третьим по значимости Европейском Кубке Что, конечно, для казанской команды просто нонсенс Опять же и Динамо 0-2 Один матч уже на этом в Дургиле успел выиграть Богатый на такого рода события И финал шести получается Ну, кстати, да, финал шести очень напряженный Я даже не помню, по-моему, 3-0-то не было ни разу Ни одна игра не закончена 3-0 еще нет Вот, кстати, первый кандидат Если так пойдет, то это яхно первый кандидат на 3-0 Ну, здесь все зависит от Новосибирска уже Смогут ли они собраться Ну, и от Динамо смогут ли сохранить тот запредельный просто уровень концентрации Который сейчас у них есть И очередной, причем такой в легкой, такой играющей манере Эйс Антона Семышева Поменял направление, но трос смягчил И Соколов Один в один Закрывает Родичева Да, попадает по дороге мячу Родичеву в спину Ну, и там все происходящее далее уже в существе не имеет значения Потому что 19-7 не видел ни разу Даже, честно говоря, не думал, что такой счет бывает Но он как-то вообще По логике-то ни из чего не вытекает У нас таких матчей не было И вроде, казалось, не должно было быть с такими счетами В партиях по ходу этого финала 6-ти Совершенно верно И тут как-то вдруг Причем после такой тяжелой игры Против факела Динамо мало что получалось Ну, а сегодня просто получается все Даже сейчас занизил Занизил Панков передачу И, тем не менее, Лихошерстов с ней разбирается До пола Забивает эту зону Смотрите, неудобно Вадиму Ну, нет, рука готова, кстати говоря И смахнул по первой Еще успел перевести Рука готова Мне вот, знаете, что кажется, Павел? Они, конечно, по фактуре, по антопометрии совершенно разные Но в этом отношении мне чем-то напоминает Егорчева Который мог любой мяч на любой высоте смахнуть Егорчик, да В лучшие годы, да Егор был кудесник, конечно, вообще Он мог из-за уха, из-за спины Крюком, полукрюком Чем угодно Причем ему можно было доверить любой мяч И он с любым практически мог разобраться Это правда, это правда Андрей Егорчик Это мы о нем сейчас рассказывали Опять панков на страховке Касание сетки было Ну вот, опять же, достаточно редкий брак Который тут в этом случае Такие отдельные ошибочки у Динамо Понятно, что они как ни крути бур Даже практически идеально игре Все это для Новосибирска Большого позитива не дает На опускании сокровок коснулся сетки Но это все равно 9, только 9-20 Ошибается Щербинин Ну и пока, в общем, не похоже, что кто-то готов Не очень удачно сверху Показывает, что в защите тоже могу И под кожу опять Родичев третьих Который раз Алексей Родичев не доходит Не выполняет свою функцию третьего блокирующего И просто подставляется под удар В данном случае Сэма-Дыру В этой ситуации, если ты не успеваешь Или ты не умеешь Тогда уже лучше не иди третьим Потому что это легкий способ Выиграть нападающему В данном случае Динамо По сути так и есть, да Ну и вот явный признак Игры, в которой ты доминируешь Которой все получается Кроме прочего, еще и Центры с успехом защищаются Да, кстати Когда последний раз видели Такую защиту от Ликошерского Хотел бы я посмотреть нарезку Но в этой игре действительно получается все Ражан Любурич Надо тоже думать уже о следующей партии Новосибирску И думать уже сейчас И Дражан Любурич может как раз пару подач подать Которые потом пригодятся в следующем Нет, Семышев справляется идеально С приемом И здесь без блока Ну просто куражится Динамо Просто уже без блока Вонзает по первой зоне дыру И давайте посмотрим Это было С зоной поднимался Абаев Или все-таки со своим Давайте посмотрим Интересно Нет, Абаев был и не с зоной И не со своим В общем Пространством Это что называется в полупозиции оказался Полупозиции Не тут, не там И никого не ловил по существу Да Так и есть Но сейчас рискнул Константин Абаев И когда-то надо уже и рисковать И что-то придумывать Но и то все равно касание было И мяч динамовцы могли в игре оставить 23-11 Безнадежный счет Алексей Родичев А вот как раз подходящий момент для него Напрячь маленечко Но так В ногу В ногу Не в площадку Можно продолжить играть И еще раз продолжить играть Здесь не сориентировался Кстати, вот который раз замечаю Что многие команды Выбирают жертвы для своих подач Антона Семышева И скажу, что на мой взгляд Это не самое лучшее решение Потому что Семышев Еще раз говорю Несмотря на свою молодость И свои такие приличные габариты Очень и очень стабилен Имеет очень хорошую технику И очень низко К полу принимает мячи Посмотрите вот в данном случае Подтверждение этому И очень быстро И успевает после этого Еще и на пальцы Когда он на передней линии Ему в общем наплевать Нападать с приема Ему расплюнуть Действительно Он это очень стабильно исполняет Так ему и задний наплевать Сейчас принял на задний Прибежал ударил пальцы Не существует просто Некомфортных ситуаций Да, и он На роль жертвы не годится Не годится И не похоже никогда Такое бывает Что из всех принимающих игроков Слабейшим бывает часто Оказывается Либера И это нередко случается Я не хочу сказать Что сейчас слабейший На приеме Евгений Баранов У Динамо Но в данном случае Пока Вот эта ситуация Когда вся подача идет В Семышево Антон справляется на ура Ну что Сетболы Увы абсолютно Для Новосибирска Безнадежная ситуация В огромных количествах На передней линии Павел Панков Может быть и скидку Увидим нет Потому что Сетку подает Куркаев И на этом Партия заканчивается 25-13 Очень быстро Очень быстро И на все про все Я просто не засекся Во сколько стартовали Но очень мало времени На эту партию понадобилось Ждем начала третьего сета Я бежал Скуксерцем Я сожжающее Я сожжающее Я сожжающее Я сожжающее Семес Я Валерий Лучший Онлайн Упняки Мои друзья Встречайте Прекрасная Елена Шелемерс Я сожжающее Я сожжающее Я сожжающее Куркаев Я сожжающее Куркаев 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 Субтитры делал DimaTorzok По цифрам это выглядит замечательно, потому что все буквально набирают очки Давайте я просто скажу, такое на самом деле редко бывает Власов 8 очков, Сэмбэйру 9, Павел Панков 4, Антон Семышев 7, Цветан Соколов 8 и Вадим Лихошерстов 4 То есть все буквально, будь то связующие и кто угодно, приблизительно вровень набирают очков У Ильи Власова 8 атак, 6 забил, ну вообще 61% по команде у Динамо за 2 партии Кстати говоря, при 46 позитивного приема И давайте посмотрим прием Семышева 54% Да, 54%, а опять же лучший процент, потому что у Баранова 50, у Дыру 20 И подают не в Дыру, а в Семышева Это к разговору о том, что мы, значит, говорили, что у Семышева неплохой прием Из 24 приемов 13 у него Да, да, значит, у Новосибирска только Люборич 7 очков, но 37 в атаке и 2 раза в блок 2 ошибки И 6 у Родичева, 27% в атаке Понятно, что при таком счете что-либо другое в цифрах увидеть мы могли бы вряд ли Но преимущества действительно колоссальные у московского Динамо пока после двух партий А вот начинается с блока Дыру Тройной блок удар по линии И Абаев эту линию перекрывает, как и должно быть Потому что при тройном блоке линия должна быть наглухо закрыта И сейчас Константин Абаев выполнил полностью установку, как надо И первое очко, брейковое, причем Новосибирску 9 очков на блоке было за 2 партии у Динамо 4 у Локомотива, это получается 5 Ну, собственно, как и везде здесь преимущество А вот тут, кстати, вот в дыру В дыру, это оказывается поинтереснее, да? И ошибка И ошибка Ну, хорошая подача Савина, отдадим должное Но просто из этих двух принимающих, ну, не знаю, кто Из этих двух принимающих дыру должен принимать больше Должен принимать больше и гораздо хуже, а все подавали все мыши Ладно, посмотрим, наверное, сейчас увидели эти цифры и тренеры Новосибирска И смягчат, сместят акценты Ну, в общем-то, отступать некуда Три ошибки Сэма Дыру Три очка Новосибирска, три ошибки Сэма Дыру И это какой-то такой легкий звоночек и повод Начинать готовиться Ярославу Подлесну Кстати, он готов, стоит без куртки Разминается и готовится войти в игру Ну вот, вот Первый, ну, в общем-то, по-настоящему серьезный повод для позитива Понятно, что это только начало партии, но, извините, ничего похожего даже близкого Локомотива не было еще в этом матче Великолепная подача Савина, но застук Как же это жалко А мог бы сейчас четвертый очко Локомотив набирать И вот все время, как только Локомотив подбирается к чему-то позитивному и хорошему Совершается какая-то глупая ошибка Застук, да Идеальный прием от Мартанюка Но тут Семышев куда-то руками своими, как топором махнул Но здесь не дрова надо рубить, здесь надо мячик обрабатывать Ну, потому что, наверное, вылетел из-за блока неожиданно Мне так кажется Если будет повтор, увидим Ну, Дражин Любович хорошо разобрался в этой ситуации Ну, не хотелось бы, конечно, в полуфинале чемпионата России увидеть вот такую безвольную игру Со счетом 0-3 Поэтому, конечно, Локомотив взялся за ум И этот ум отражается в счете 5-1 Передача одной рукой была за голову в этом случае у Панкова Ну, двумя уже не успевала А Родичев дисциплинированно достаточно перекрывает Такую шестую зону-линию Соколову И уже не первый раз его на этом ловит Перерыв Константина Брянского В предыдущей партии, получается, у нас вообще без таймаутов обошелся Ну, там очень быстро уж убежали Не, Пламен 2 взял Брянский предыдущий Ну, конечно, а куда же тут брать, если 25-13? Что же ты еще своим игрокам скажешь? В первый один приключился Вот, собственно, в целом в масштабах матча пока его второй таймаут Ну, это частая ситуация, когда команда две партии выигрывает на одном дыхании Потом все-таки надо выдохнуть То есть даже не надо, на одном дыхании То есть ты берешь воздух, это дыхание затаиваешь И пока этого воздуха хватает Бежишь, бежишь, бежишь Две партии хватает А потом все равно приходится выдохнуть Надо подышать Надо подышать, да И здесь уже соперник начинает тоже показывать, что они могут и хотят играть в волейбол и выигрывать Повторяет И здесь уже линию оставляет Родичев И в эту линию попадает Соколов Оставил, да Ну, оставил чуть-чуть, чтобы туда надо было попасть Соколов просто большой мастер Это может И, как я говорил, зоркий сокол К тому же еще К тому, что большой мастер, еще и зоркий сокол В том плане, что хорошо очень видит блок, площадку И действительно попадает вот в такие маленькие-маленькие щелочки Между антенной и руками блокирующих Что здесь? Давайте посмотрим Ну, прекрасный накат Люборича И опять не разобрались игроки московского «Динамо» Определенное расслабление в рядах москвичей наблюдается Близок, близок все время Алексей Родичев Оказывает он достойное сопротивление Одному из лучших диагональных мира, я считаю И с периодическим успехом у него это получается Ну и потому, как он досадовал Видно было, что сам прекрасно понимает Что он был рядом Да, рядом, рядом, рядом Что он к нему проработался Понимает, что нужно И, в общем, успех-то Близок Алексей Родичев в большом порядке в этой игре Если Савин периодически меняется с Ивовичем Но сейчас Сергей Савин на площадке То Алексей Родичев просто сегодня в огне И не только в атаке Плюс подача в команде Если у кого и прорезается То в первую очередь, опять же, у него Хотя бы эпизодами В дыру снова Да, да Бросили Семышева на произвол судьбы В этом вопросе И переключились на дыру Савин Да Ну давайте Ну понятно, что это ошибка блока Линия должна быть закрыта Но отметим и Сергея Савина Который узкий мяч Не долетевший мяч до антенны Перевел по линии И это было сделать не просто Посмотрите, откуда пасовал Абаев И откуда нападал Савин Ну и здесь Панков оставил Эту линию Но туда опять же надо было попасть Савину удалось Власов играет в защите А вот с четвертого метра Соколов Иногда очень хорошо играет Даже лучше, чем все точные мячи Но не сейчас Ну что, оборотка В другую сторону покатился тепловоз Причем сразу так Сразу очень много Действительно, 9-3 Да, ну буквально Как было в первых двух партиях Динамо отрывалось сразу Также мы сейчас видим Локомотив То есть преображение Какое-то зеркальное Ну да, и вот и налог До счета 10 уже приходится Оба тайм-аута использовать Да И будет завершать Мне кажется, у нас есть Два достойнейших победителя Которым, я надеюсь Мы сейчас всем поаплодируем Ну во-первых Ваншапная бессмерка Для вот этих ребят Браво Видите, это ваше Ну просто вот этот танцор Выдал жару Логи, мужище И надо сказать, что Динамо, конечно С меньшей концентрацией С меньшей сосредоточенностью Это понятно Это объективно Проводит эту третью партию Но надо отдать должное Локомотиву, который добавил Практически во всех элементах И прежде всего В настрое бороться То есть не опускают руки Не сдаются Не плывут по течению А говорят Нет, стоп Давайте мы по-другому Давайте будем бороться до конца Это заслуживает уважения На мой взгляд И посмотрите Работает и блок Теперь И тот пайп Который Ну просто феерил В первых двух партиях У Динамо Сейчас встречается блоком И, кстати, отметим Что Дмитрий Лызик Остался у Новосибирска На площадке Да, то есть две В принципе Корректировки По сравнению Со стартовым составом Лызик играет Ну и плюс капитан команды Только вот Лызик у нас Вместо Куркаева Или вместо Щервинина Давайте потом увидим Обратим на это внимание Но Динамо много раз в этом сезоне Из каких только ситуаций Не выбиралось И ближайшее Этому подтверждение Последний матч С факелом 0-2 горели И если бы, кстати говоря Проиграли 0-3 То вообще бы не попали В полуфинал Да, да Так что все было На тоненького Там факел устраивала Победа со счетом 3-0-3-1 как раз 3-1 Там надо было Какие-то мяки считать Там целая математика А 3-0 четко Динамо не попадало В полуфинал И вот в этой ситуации Нашли в себе силы Москвичи Переломить Ход поединка Посмотрим как сейчас Да, Илья Скуркаев На передней линии Значит Щербинина Заменил Луизик И сейчас чуть-чуть Не попал в Соколова Вот это бывает Тоже частый Курьезный момент Когда диагональный Бежит в ауте По задней линии И по нему попадает Подача Которая далеко в аут Такой регулярный Курьезный момент Встречается частенько То есть нападающему Надо думать не только о том Чтобы добежать Но еще и о том Чтобы вернуться от подачи А вот Кстати Подача Панкова Сейчас требовалась Безусловно Она была очень стабильной В тот момент Когда Динамо убегало Много вело Он подавал Визуально очень легко Спокойно Практически без брака И не только он А как замечательно Выглядел Дыру Но мы помним Что эта третья партия Началась как раз С трех его ошибок И после этого Все покатилось под откос Там был удар в блок Удар в сетку И не прием Сразу За одну минуту 0-3 И понеслась Интересно что сейчас Локомотив еще дает Хозяевам площадки Выдохнуть Потому что две подряд Ошибки У Лызика Затем у Любовича Доведено Попадает Сергей Савин И тоже хочу сказать о том Что Алексей Родичев Тоже не мишень Для подающих Понятно что силовая В сетке Если бы линия была открыта Он туда бы бонзил Без вопросов Но близко Близко Абаев Поснул Учитывая то что Любович В задней линии И по этой передаче Вход Любович нападать уже не мог Прочитал это Прочитал Сэм-де-ру Все Родичев Находят сегодня Все возможные Варианты Для набора Очков Для своей команды А сейчас между рук Соколов Ловит комаров Или кого там он ловит А надо руки ставить прямо И тогда будет успех Куркаев Силовая или флот Вот в чем вопрос Нет сейчас флот И упадет еще И даже Власов Здесь ничего не сможет сделать Который как центр По расстановке Располагается Относительно близко Но и Ну опять же он центр Ему все таки тяжело Под такие мячи складываться Ему не надо было складывать Ему надо было поставить Две руки вместо одной И все было бы гораздо проще Просто с координей Стренировать свои движения Пока Власову внизу Гораздо тяжелее чем вверху Вверху он уже научился Блок Атака Подача А вот что касается внизу Пока не так хорошо получается Спасает Новосибирск этот мяч Повторяет Ой-ой-ой-ой А сейчас не Власову Сейчас по-моему Либо не Власову Либо Панков ошибся Панков ошибся Одно из двух Нет, не было там травмы Никакой Давайте посмотрим на повторе Здесь все понятно Помог, кстати говоря Отлично Абай А здесь По-моему он пайп давал По-моему тоже По-моему тоже Атака у Динамо не состоялась И вот после этого Не подаешь Куркаев Причем не рискуешь на подаче Грубейшая ошибка Илья Сокуркаева Просто нужно любую Подать в этой ситуации Цветом Соколов 8-16 Двухкратное преимущество Динамо Ну и хотелось бы Понять Увидим мы в этой партии Борьбу Или так и доплывем Без блока Савин Браво Абай Просто как песочные часы Перевернули Да У одной команды Вдруг стало Получаться вообще все Ну тут вопрос Да В этой партии Наверное конечно Уже ничего не изменится Тут вопрос На две ли партии Перевернулись эти часы Или только на одну И вот это очень будет интересно Потому что все таки Я думаю Что второй раз Динамо так не проиграет Ну во первых Они еще пока не проиграли Ну и четвертая партия Я думаю будет совершенно другая В принципе конечно Есть в теории Еще какое-то игровое пространство Для погони И здесь Но Служноватенько 17-9 Да Как-то Как-то сложно И посмотрите Нет замен Очень часто тренеры Прибегают К такому ходу Что если заранее Там проигранная партия Большое отставание То дают лидерам отдохнуть Здесь нет Все те же на площадке Играют одним составом Уже беречь силы некуда Осталась эта игра Еще одна И чемпионат России Будет закончен Да Ну и просто По времени Для трех партий И играет совсем немного Партии короткие Да и короткие партии Мало сил еще потрачено И много их Тем более после Походного дня Есть У игроков Тренеров И всех остальных Вот этой замены Мы не видели Потому что не было В ней необходимости Чеслов Свинцискис Выходит на подачу Вместо Ильи Власова Такая традиционная Замена московского Динамо Не особо работала В предыдущих играх Здесь в финале шести Ну а в чемпионате Честенько Чес Эйсы Или затруднения Делал для своей команды Значит просто Исходя из средней статистики Где-то Это должно начать работать Рано или поздно По ходу турнира Но не в Либера Семашев переносит Неплохо руки Еще будет Третья атака У Новосибирска Савин скидывает И никто не готов Хорошая скидка Сергея Савина А вот теперь Новосибирск Получает удовольствие От игры Это очень важно Когда ты не делаешь Тяжелую работу Когда Не несешь Эту тяжелую ношу А просто получаешь Удовольствие От того что Прыгаешь Бегаешь Кувыркаешься Бьешь по мячу Ну для этого и играют Ну не всем удается Получить удовольствие Если ты так проигрываешь 19 Первых двух партий Это не очень хорошо Да-да-да А сейчас у Динавы 19-10 Там удовольствием и не пахнет Шибается Лихошерстов Но показывает блок И поддерживает его Николай Книжников Первый арбитр Сегодняшней встречи Со стороны Новосибирска Никто и не пытается спорить В общем здесь все было Более или менее очевидно Ну и когда же И когда же у Панкова Заработает И заработает ли сегодня Его Мартира Вот она Но спасает Мартынюк Просто спасает Великолепно играет Куркаев с Абаевым Опять же Посмотрите Передача Достаточно низкая Над тросом Но за счет того Что Куркаев Толкается не близко к сетке А оставляет расстояние Вот эта вытянутая рука Позволяет ему Посмотрите Полтора метра от сетки И даже такую Заниженную передачу Можно нападать А когда подходишь Близко к сетке Начинаешь рассказывать Связующему Ну ты посни мне повыше Да ты толкнись правильно И будет тебе удобно И повыше И пониже Чехол Савин И вот этот жест А позвони мне Это у них так называется Когда ставят чехол Говорят позвони мне Не знаю почему Но позвони мне ради бога Да 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 Типа не знаю кто это придумал Но вот Это называется Позвони мне По запросу команды Рейтинаман Состоится судейская процедура Видеопросмотра Дигрового момента Заступ на подачу Заступ на подачу Вот так вот Ну давайте поглядим Давайте Потому что такой блок Нет заступа не было Что там Сергей Савин Активно выясняет Сначала со вторым арбитром А теперь с первым Вот Запрос Динамо не удовлетворен Запрос Динамо не удовлетворен Ну и там достаточно далеко Нет Достаточно далеко Раз Ты ведешь Не человеческое количество очков Что тут Савин бегает Спорит Вот просто вы не видите Он бегал уже пять раз По сетке туда и обратно С какой целью Мне интересно Азар Азар Понесло Нет он что-то хотел кому-то объяснить Что тут объяснять 21-11 Играй волейбол Ничего не надо объяснять Да причем поговорил с обоими За вторым и с первым Два блока Бросает Бросает Куркаев Не идет за голову Не идет с первым темпом Два блока Читают Павла Фанкова Игроки Новосибирска Да Семышев выигрывает Но посмотрите Как рано Куркаев Ушел в четвертую зону А это был Соколов Да Это был Соколов Как рано Они уходят к Свету Но это к разговору о том Почему он часто попадает в блок Потому что у него часто бывает Два блока Заранее Организованных Два блока Когда уже Принимают решение Идти к Соколову До того Как еще подача состоялась А вот тут кстати Вдвоем встретили Первый темп Зацепили И розыгрыш затянули Как минимум Динамовцы Не попал Не первый раз Уже Дражин Любович Не попадает в эту длинную диагональ А обычно Обычно попадает Для него такие хорошие мячи Да Его рабочие Его любимые Длинная диагональ Все И вот не хватает Буквально сантиметра Кто тут взял Просмотр? Смотри-ка Зацепил линию Ничего себе А вот казалось Что отсюда Где мы сидим Казалось аут Чтобы так Аут Хорошо так В мяч Запасом Но между прочим Я и говорил Что вот это Рабочие мячи Вот это направление То есть он должен Туда попадать Но сделал то Что должен И тем лучше Для него И для команды 22-12 Да Сергей Славин Ух ты Вот это от души Да Но просто Тут надо посмотреть Кому ставили блок Игроки Новосибирска Ведь Соколов Мы сидим Ровно там Что очень было Хорошо видно Что Соколов Бил не мимо блока А без блока Вот отсюда Не будет видно А вот здесь Он перевел Да конечно Он перевел По первой зоне Но ему не блокировали Ничего Они опять блокировали Антенну А мяч был Просто узкий Ходовой здесь Ходовой здесь Не закрывалось Не закрывалось А передача Благоприятства Волыбина Атаки в ходовое Сто процентов Но есть наверное Установка Блокировать линию Стык И игроки Новосибирска Ее четко Выполняют Что касается Цвета на Соколов Атака Из второй зоны Я так думаю Ну надо еще Смотреть Все таки Широкая или узкая Передача От этого тоже Много зависит Да Установка Это не есть догма Ее нужно Рассматривать Творчески Но не перебарщивать Сворчеством Всего в меру Родичев Вот линию Закрывает Надежно А бьет Соколов По ходу Это его личное дело Забил Молодец А я свою установку Выполнил Не проблема Родичева Не проблема Родичева Вот кстати Отмечаю И уже много Родичев на этом Нажил И смягчение И чеклов Между прочим Потому что Нет Нет В линию Соколов Захочет Удаль 23-14 Можно рисковать Безусловно При таком счете Что уж тут Там гляди Что-нибудь Да получится Пока получилось То что он В частности Отзащищался И позволил Своей команде Родмяч Сохранить На какое-то время Даже в конечном счете Его выиграть Он над этим В том числе Поработал На каком-то этапе Родичев играл хорошо Он играл Он отыгрывался Сейчас Он не стучался В блок Не подстраховали Партнеры Хотя такой отскок Тяжелый То есть там Надо кому-то стоять Вот смотри Кто там должен стоять Может быть Абаев Вот он бил По рукам Кстати Близко к ауту Мог и в аут Отлететь Вполне Опять вроде чего Заряжает Соколов Ну а здесь конечно Не попадает Касание сетки Не попадает И касание сетки У Динамо Но если уже не везет То во всем И надо Кого тропа Ровно как у локомотива В первых двух Да А тут без вариантов Ваут там Над блоком На полтора метра И тут спасти ситуацию Для локомотива Могла только ошибка Динамо При блокировании Она и случилась Да 24-15 Прямо Обороточка Обороточка И Константин Абай Будет подавать У Новосибирска Почему бы не рискнуть Ему по полной программе В этой ситуации Делает это Константин Но в аут Хотя близко И Сэм Де Ру При сетбола Ну собственно на нем Все и заканчивается 25-16 Маленько передохнем Ждем начала четвертого сета Дамы и господа Группа поддержки Московского Динамо Сэм Де Ру 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 Да, четвертая партия сейчас предстоит нам. И сразу хочется сказать, что мы говорили с Тарасом о том, что когда команда набирает приблизительно по ровну очков, все участвуют в наборе очков, это всегда плюс. И вот Динамо в третьей легко проигранной партии опять цветом Соколов 5 очков, а потом Власов 1, Деру 2, Лихошерстов 1 и все. То есть, когда кто-то один играет в команде, а остальные не играют, это всегда приводит к такому вот результату, какой мы наблюдали сейчас в этой игре. В то же самое время Савин набрал 7 очков у, это я говорю про третью партию, у Новосибирска, 5 Любурич, ну и все остальные помогли, кто на 2, кто на 3 очка. И 70% по третьей партии в атаке у Новосибирска и только 39% у московского Динамо. Вот так вот все поменялось у нас в игре. 2-1. И борьба вся еще впереди, на мой взгляд. А вот сейчас и посмотрим. Что там с заменами? Вроде все на месте. Савин остался у Новосибирска. Все вообще, вообще все, да. Да, Сергей Савин сегодня. Продолжил серию, это плюс к 7 очкам, набранным в предыдущей партии. Потому что, прям скажем, за один сет не кот чихнул. Ну и так вот просматривается, тем не менее, противостояние диагональных игроков. Цветан Соколов набрал 13 очков после трех партии. 50% результативности. Дражин Люборич 12 и 46 результативности. По сути дела, это два, ну, наверное, самых ярких диагональных. Потому что... А, ну нет, все-таки еще Иван Зайцев не будем забывать. Потому что в Питере, ну, это я беру те команды, которые попали в первую четверку. Все-таки диагональные меняются. То Политаев, то Подребинкин. А вот здесь, конечно, и Соколов, и Люборич, это те люди, которые играют без замен. Ну, собственно, как и Иван Зайцев. Поэтому интересно понаблюдать за их противостоянием. И в очковом выражении, кто сколько набрал. Ну и в процентном тоже интересно. Тяжелый вы съем. Справились. И Кажерцев пошел подавать. Удивляет малое количество ошибок со стороны обеих команд. То есть я могу сказать, что Новосибирск ошибался 5 в первой партии, 5 во второй и 7 в третьей. То есть Новосибирск ошибся больше в той партии, которую он выиграл. А Динамо все партии подарило сопернику по 5 ошибок. То есть это, в принципе, считается немного. Тем более мы понимаем, что львиная доля этих ошибок происходит при риске на подаче. Закрыли. Закрыли стык ему, и он туда не успел. Когда закрывают Соколова, жди беды в Динамо. Или нужно перестраиваться. Мы не видели давно центральных в игре московского Динамо. Мы говорили о том, что после двух партий 8 передач Власов 6 забил. И где был этот Власов в третий? И где он сейчас? А один Соколов не вывезет. Это уже подтвержденный факт. Кто-то должен помочь. Ну, Павла Панкова другое мнение. А у Сергея Савина получается все. Пора, при всем уважении и почтении к цвету, но, конечно, немножечко паузу ему дать. Конечно, конечно. Явно. Хотя сейчас-то на одном блоке идеальная передача. Но даже такую. Посмотрите, Савин и поднял этот мяч, но и забил то, что, по сути, не забивается. И вот эта радость Сергея Савина, она объяснима. Идеальный отрезок для него. И он продолжается. Он продолжается с начала предыдущего сета. Да, вот эта зона на зоне, когда прям за спиной игрока, очень близко к антене, эту комбинацию разыгрывает Павел Панков. Она очень эффективна, потому что, если не поможешь зоной, зону вонзит без вопросов. А поможешь, оставляешь своего. И вот разорвись пополам. Очень сложная ситуация. Очень вовремя, очень вовремя Соколов напоминает о себе, как о человеке, который... Ну, прям скажем, да. При таком-то эмоциональном всплеске в игре у локомотива. Да, может исправить то, что не получается в атаке, в других элементах. Ну, и я вот все-таки хочу ввести в волейбольный лексикон вот это слово «трипл-дабл» баскетбольное. Когда человек набирает очки во всех номинациях. Блок, подача и атака. Ну, и Соколов – это тот, который раз за разом в эту номинацию попадает. Ну, кому как не ему. Хотя тут, по большому счету, конечно, и каждый из доигровщиков на эту роль подходит тот же Сэм Деру в теории. Нет, нет, нет. Я просто смотрю статистику. Значит, Соколов набрал в этой игре очки в атаке. Поставил три блока и у него один эйс. Ну, «трипл-дабл» у него уже есть. Уже есть, да. То есть ты можешь набрать хоть сто очков, но только в атаке. А при этом не поставить ни одного блока и не подать эйсом. 4-4. Вот, например, у Семышева есть два эйса. Пять забитых мячей в атаке, но нет ни одного блока. Уже не «трипл-дабл». Тут еще не поздно. Может, еще пятая партия будет. Будет, будет, нет. И пятая, и четвертая. Я имею в виду, это можно сделать в любую секунду. Это никто тебе не мешает. Просто говорю, что сделать это очень сложно. И мало кому удается. Во всех номинациях набрать очки. Вот, кстати, у Савина есть такое. Атака, блок и подача. И у Родичева тоже. Так что есть еще. Люди в русских селениях. Соколов. Вот сейчас обвел. Вот сейчас обвел. Сейчас хороший был блок. И его надо было обвести цветом, кистью. Подкрутил в последний момент. Так, щечкой раз. И по первой зоне. Очень хорошо было видно с нашей позиции. Здесь будет хуже видно. Надо в спину смотреть Соколову, чтобы понять, как это все происходит. Ну, а здесь не было такого там безумного силового акцента, как у него бывает. Но такое исполнение, оно там предельного силового акцента и не требует. Да, попасть в пустое место площадки. Обвести блок. Все-все у Савина получается. Вот как в первой игре. Чего бы ни коснулся подлесных. С какого-то момента у Сергея Савина. Чего бы ни коснулся. Хоть защита, хоть удар с пятого метра лежа. Все равно приносит результат. Ну, а такие на одном блоке. Сам Бог велел, хотя Панков все-таки пытался зацепить. Кроме прочего, мы убедились, что бывают моменты, когда мяч может улетать за шиворот даже таким парням, как Власов Адыру. Да, совершенно верно. Оба очень немаленькие. Вот, ПОВТ. Давно пора, да. Нет, но если Панков не вернется к комбинационной игре, к разнообразной игре, если все сведет на Соколова и там Семышев или кто-то в четвертой зоне, то еще раз говорю, этого не хватит. В современном волейболе это уже не работает на таком уровне. Да, где-то ниже лигой, ниже накалом, ниже соревнованием, да. Но вот в таком месте уже не работает. Ну и когда-то это должно было случиться. Когда-то это должно было случиться. Это случилось в нужный для Динамо момент. Вот что сейчас держит Динамо, конечно, на плаву в начале этой партии, при том, что по-стабильнее, поярче играет Локомотив и в начале этого сета, это подача. Потому что она есть, и она команду Константина Брянского в начале этой партии реально удерживает на плаву. И прямо сейчас даже позволяет уже и вести в счете. Кстати, Новосибирск взял просмотр на предмет застуха у Панкова на подаче. Посмотрим, близок ли пламен Константинов. Или так просто. Пока не видим. И никто не видит, не только мы. Отматывают, отматывают пленочку. А здесь невозможно разобрать. Похоже, да. Загородил судья. А почему пламен недоволен чем? Ну, это же... Ну, это как бы, это известное всем правило. Извините, если есть помеха и просмотр невозможен... Нет, 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 они говорят с другой камеры. Камера стоит параллельно. Все правильно. Они правильно говорят. Значит, судья загородил камеру, но в другом месте параллельно, напротив, напротив, стоит еще одна камера. И она не будет загорожена судьей. Сейчас посмотрим. Если она, естественно, должна быть. Нет, нет, нет. Именно это говорит Константинов. И это так. Я ее даже вижу отсюда, эту камеру. И она никем не загорожена. И вполне можно и посмотреть. Ну, я думаю, что заступа там не было, но объективности ради надо сказать, что в данном случае... Не знаю, почему нет технической возможности посмотреть с другой камеры. Вон она, вот она стоит. Вот где запасные динамо. Ну, да. Да, да, совершенно верно. Ее никто не загорожает. Вот раз и два. Нам взяли со второй. Со второй, да. Панков, великолепная защита. Дыру перекатил. Просто вот перекатил через блок. Когда и делаешь все правильно, то и результат будет. Вот сейчас Дыру сыграл бы как-то ненадежно, как-то коряво. Или бил бы в блок, как сейчас ударил Родичев. И не было бы этого очка. Но сыграл бы. Кроме прочего, еще моментик-то такой. Не было возможности просмотреть подачу. И серия Панкова продолжается. Да, между прочим. А могла бы и не начаться даже. Между прочим, между прочим, да. Еще какой-то у нас просмотр. И опять локомотив. И снова локомотив. Что тут, касание сетки? Что они хотят посмотреть? Мы опять все прослушали. Нам же объявляют по залу. Объявляли, объявляли. А мы прослушали. Нам сейчас все покажут. Тач, блок тач. А, нет, нет тач, да. Не было касания сетки. А, но когда они блокировали Родичева, могли коснуться сетки. Не коснулись. Касания сетки не было. Да, и у Пламена больше нет ни одного просмотра. А, или подожди, один есть. Тот же не засчитали. Один есть еще. Отсутствие технической возможности. Он, получается, не был аннулирован у них. Один остался. И еще раз посмотрим. Третий розыгрыш. Третий челлендж подряд. Это раз со стороны Динамо уже на попадание мяча в площадку после подачи у Панкова. Вообще, потом я уточню вот эту ситуацию у специалистов по поводу вот этой параллельной второй камеры. Почему действительно не могли просмотреть этот эпизод с той камеры, которая никем не загорожена. Аут. Панков ходал в аут. Аут. Ну, и мы говорили о том, что в четвертой партии не будет, по нашему мнению, с Тарасом, такого движения одной команды вперед, а второй сильно назад. Сейчас будет ровная борьба. И в этой ровной борьбе решится, увидим ли пятую, или все закончится в четвертой. Ну, это, в общем, абсолютно логично, потому что вот как раз такого сюжета мы еще не видели в этой игре. Вы видели, как команды друг друга по очереди выносят. Да. И пора бы посмотреть уже и на борьбу. Да. Согласен. Это гораздо интереснее. Давай, ребята, еще раз. Здесь. 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 Савин вынимает какую силу. Да, из пятой по линии практически. Неудачная передача была у Абаева. Ну, Савин даже здесь что-то придумывает. И попадает в итоге. Не, ну все, теперь просто можно все отдать Сергею. И зажмурив глаза, что-то он придумает. Причем он даже это не придумывает. Это у него получается автоматически. Бывает такой. Его день. Сергей Савин, капитан Новосибирского локомотива. Тянет свою команду вперед и сейчас будет подавать. Увернул, вернулся. Когда-то помню, когда он играл за сборную Бельгии. У него была такая шевелюра, как этот. Солнечный, ну, капкотна волос такая, кудрявых. Вот сейчас, если была, могло бы коснуться волоска. Ну, короткая стрижка. Модная, стильная. Как бы это, как это было, значит, в общем, молодой Макаревич ставил. Да, 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 так и есть. Помню, помню. Так и было у него в смысле молодости. Ну, а сейчас по-другому. Родичев отличный прием сверху. Власов контролирует Куркаевой. Двойной блок у Люборича. У, довезел. Ну, Власов у него этот... Сейчас расскажу, что у него с руками. Ну, сначала досмотрим эпизод. А он длинный и мяч не падает. И кто же его выиграет? Дражин Люборич, нет, не выигрывает. Даже он на одиночном блоке. Эх, сейчас Абаев не увидел. А Родичев выигрывает какой-то странной скидкой. Даже не понял, почему там никого не оказалось. Как-то очень легко ушипал. Прямо очень. Да, как-то такая была борьба. Лютая, скажем так. И тут... Ну, давайте посмотрим, почему там никого не оказалось. Тройным блоком дыру. Ну, хорошо. А, потому что не было Либера. Потому что там стоял Лихошерстов. И он, значит, понятно, к этому мячу не успел. То есть там двумя руками перебросил. И был бы такой результат. Такие мячи Либера, понимаете, в сердце 99%. А что только... Ух ты! Не справляется с подачей Куркаева. Я тут хотел разводить обстановку и рассказать, какие руки у Ласова в советское время были такие у учителей ручки, которые становились указками. Их можно было вытянуть. Телескопическая ручка. Телескопическая ручка. Вот приблизительно так, если кто помнит, руки Ласова он их выносит. И потом они могут совершенно спокойно, сантиметров на 10, стать длиннее от того, что было изначально. 10-10. Равная борьба. Ивы Ярослав Подлесных вместо Сэма-Де-Ру, кстати говоря, появляется у Динамо. И сразу справляется с приемом. В ногу попадает Куркаеву. Все, что угодно происходит сегодня на площадке. Кто коснулся сетки? Новосибирск. Абаев. Абаев. Сейчас посмотрите, как получилось. Увидел Панков, что бросили в Ласова. Ушли заранее во вторую зону, блокирующие, в данном случае Лизик, Новосибирска. Но чуть-чуть не угадал с темпом. И Гласов, как говорится, мяч оставил практически в игре, если бы не коснулся сетки Абаев. Какая скрутка великолепная от Соколова. Но Родичев сегодня профессор в этих вопросах. То одна скидка, то другая. Но одна лучше другой. И все результативные. Да, даже в ситуации, в общем, когда это было относительно нехитро, как в предыдущем эпизоде, там это было все равно более чем уместно ввиду отсутствия Либера. Либера, да. Вот такие мячи далекие. Не надо переносить руки на блоки. Вот Лизик сейчас перенес руки, как на сеточный мяч. И поэтому он улетел к зрителям. Вот если будет сейчас пастор, смотрите на руки Лизика. Вот он их переносит на ту сторону. И в момент этого переноса получает вот этот удар Соколова. Их нужно, ну если не на своей стороне оставлять, то чуть-чуть вверх вытягивать. Потому что такой удар ты редко заблокируешь. Его надо смягчать. А это ошибка. Ну, не сказать, чтобы ошибка, ну, вот такое недопонимание блокирующего. Панков страхует. Ах, помешал, помешал подлесных Соколову. И долетел Власов. Долетел прям в последний момент. Казалось, что пройдет. А родичи вбил в пустое место. Там и было пустое место. И в последний момент там оказались руки Власова. Давайте смотреть. Вот нет Власова, и вот он есть. Как фокус, да? Вот он нет, а вот он уже есть. Быстрые руки Ильи Власова. 13-11 повели москвичи. Ярослав подлесных, по-моему, еще не атаковал. Сейчас придется подавать ему. И сразу прилично. Не трогал Семышев. Если бы потрогал, была бы ошибка. Да, это было бы, да, очень зря было бы. Но поскольку ошибки не было, то, в общем, не о чем говорить. Просто мне казалось, что сейчас его коснется. 14-11, перерыв пламена Константинова. Ну и, конечно, совсем другая игра. И вот эта четвертая партия, это то, что хотели увидеть и мы, и зрители, и все. А именно напряженную борьбу. На всякий случай у нас по статистике получается победу Динамо в этом сезоне 3-2. И 3-0. Да. 3-3-1 еще не было. Еще не было в этом сезоне, да. Московская. Ну, кстати говоря, 14-11. Такой счет, что могут догнать новосибирцы и перегнать. А может и Динамо уйти в отрыв, и мы опять можем увидеть легкую партию. Вот сейчас вот момент истины, на мой взгляд, наступает. Чем закончится эта игра? Вот давайте здесь поставим точку. И от этой точки будем отсчитывать все-таки, как будет дальше. И у тех, и у других есть возможность перевернуть игру. И Динамо уйти в отрыв, и Новосибирску догнать. Вот серьезная фигура, которая в этом матче пока еще не сыграла. Я имею в виду подлесных. Вот его путь в этой встрече только-только начинается. С подачей пока не очень. Но первую неплохую он подал. Набрали очко. И был перерыв Константинова. Сейчас в аут. А в атаке пока ему еще и не пасовали. Да. Обязательно он свой мяч получит. И в большей вероятности еще и не один по ходу этой партии. Пока стабилизировал прием Ярослав. А вот сейчас пропустили Власова и вдвоем ждали Семышева. А вот Дражин Любович. И Константин Брянский показал, что с игрой в защите все у него хорошо. Руки стоят правильно, как надо. Все бы хорошо. За исключением того, что он в этой игре не участвует. К сожалению. Я считаю, что правил надо ввести. Что тренер тоже имеет одно касание. Один раз за партию. Ну или там, ну как-то. Это, мне кажется, разнообразит и вообще будет круто. Что тренер может коснуться и помочь своей команде. Раз за партию или раз там, не знаю, когда. Но надо об этом подумать чиновникам, которые придумывают волейбольные правила. Потому что часто они менялись за последнее время. Сергей Савин, да. Все, что могу, вернее, все, что хочу, все сделаю. И счет уже равный. Это к разговору о том, догонит ли Новосибирск или уйдет ли Динамо в отрыв. Нет пока другой сценарий. Куда Бодни нападал, как Бодни нападал. Атакующий удар, накат, скидка. Все, все, все залетит в этих двух партиях. И тайм-аут Динамо 14-14. С минус три ушли. Пока это, получается, было максимальное преимущество, по ходу, этой партии для Динамо. Парабаны, ребята, на губ! Губ, 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 губ! Эх, жалко, не слышим, что говорят тренеры. Очень громко в зале. Что-то тут с акустикой не так. Но даже с микрофоном и с камерой подходит оператор или специальные люди. И все равно мы тренеров не слышим. Что-то надо изменить в этом великолепном сооружении спортивном. Потому что от этого трансляции сильно страдает, на мой взгляд. И зрителям, конечно, было бы интересно послушать, о чем говорят тренеры. Громковатенько здесь, скажем так. Специфическая акустика. Так, ну и вот штатный вариант. С выходом на замену Чесласа-Свинтийскиса вместо Власова. В обязательном порядке это происходит. И, как правило, не раз. Вот в этой игре во второй раз. Посмотрим, что сейчас получится. Да, 15-14. Можно рисковать. В крайнем случае просто счет сравняется. Трос мешает. Сергею Савину не мешает ничего. Но первый, наверное, за мной долгое время раз его поднимают в защите. И забивает Дмитрий Лызик. Рискует Абаев, потому что за головой Люборич совершенно один. Тем не менее, другой путь выбирает Константин Абаев. И результативно, а это главное. И без первого темпа играть нельзя. И Лызика он оставляет в игре. И не только Лызика, но и Куркаева. И это приносит результат. И после такой атаки еще и подача может полететь. Потому что Лызик пошел подавать. Ну, одежно в данном случае. Ну, и типичный мяч для Ликошевского. Переигрывает. Типичный. Но как он хорошо обыграл. С ним опять четыре руки. И Куркаев четко стоял. И помощь от Савина была хорошая. И было одно единственное направление по первой зоне. И он туда сам своей рукой перевел. Это отдадим должное Ликошевству. Очень хорошо сыграл. Да. Именно переигрывает. Ну, может, безусловно. И все-таки какой-то первый темп игре Панкова появился. Это к разговору о том, что когда говорят. Ну, как я буду пасовать первому, если с ним поднимаются. Так со вторым тоже поднимаются. Они же как-то обыгрывают. Почему же первый-то не может обыграть? Соколову по пальцам. И если это больно, если это только больно, то ладно. А если выбили палец, это будет грустно для Динамо. Нет, все нормально показывает цветом. И равный счет. Дражин Люборич на подаче. Интрига сохраняется. Полуфинал. Четвертая партия. Аут долго готовился. Какого-то момента мы не видим от Люборича привычных уже эйсов. Поддержка сейчас максимальная московская. 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 Эйс. 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 Савина на приеме и в защите. И вот в атаке даже. Нет. Страхуют его в данном случае. Так и правильно. Нет, так неправильно. Так неправильно. Неправильно. Но я к тому, что вот когда у человека так идет игра, как сейчас у Сергея Савина, он выпрыгивает. И вот у меня, например, нет сомнений, что он его выиграет. Как, я не знаю. Вот первый раз хорошо подстраховали партнеры. Второй раз тоже было непросто. Двойной блок. Ну, нашел какую-то дырку. Ударил вообще по шестой зоне. Подстрелил Панкова. Но он туда не должен был, по идее, бить. Потому что там должно было быть закрыто. Но вот он. Ну, короче говоря, день Савина. Что на подаче? Очень неплохо и на подаче. Мое почтение. На блоке он нам показывал позвонить. Теперь показывает на подаче. Какой-то еще жест. И, кстати, отметим, что Сергей Савин не начинал. Начинал Марк Ильич. Да. Вышел на замену. И вот так вот повел вперед свою команду. И как капитан, и как лидер. Дважды он, получается, выходил на замену. В первом его втором. После чего уже вот все осталось. Да. Ух ты. Просочился. Вся команда Новосибирска бросается к Николаю Книжникову. Говоря о том, что была ошибка на второй передаче. Пламен Константинов негодует. Намекая на то, что играется в Динамовском зале. И есть какая-то определенная предвзятость в судействе. Но судья последователь. Ни одной ошибки пока еще на второй передаче свистнуто не было. И поэтому это все на усмотрение первого арбитра. Ну, такое. Понятно, что... Такое. Можно и так, и так. Можно и так, и так. А вот тут третьим блоком опять не дошли. И выиграл Соколов. По третьему бил. Вот о чем нужно думать в Новосибирску. А не к судьям бегать. И вдвоем встречают Куркаева. И нет Савина на передней линии. Любович в защите прекрасно. Вот здесь тоже и можно было свистнуть. Но не свистят. И... И все-таки забивает Илья Власов. Забивает, да. Ну, в общем, давайте прямо скажем. Наверное, практически в каждой второй ситуации, когда силу развития событий пасует не связующий, те или иные вопросы возникают, конечно. Да, да, безусловно. Сейчас в Новосибирске, если уйдет в споры с судьями, то потеряет на этом всю игру. Нужно сконцентрироваться на волейболе сейчас, а не думать, что тебя кто-то заслуживает. Хотя вот эта вот история, когда ты так думаешь, что тебя заслуживает, она придает энергии и злости, которая может положительно сказаться на твоей игре. Иногда это может сыграть в позитив, иногда в негатив. По-разному бывает. Да, да. Рядом Лызик, рядом с Власовым. Тем не менее, забивает Власов. И очень важно, что Панков набирает очки первым темпом, пусть со скрипом, пусть не очевидно, но лучше так, чем отдавать все одному игроку и уповать на то, допустим, родит Соколов из 10-10 или не родит. Скорее нет, чем там. Да, мы это прекрасно понимаем. Да, да, совершенно верно. Но отвечает тем же, но гораздо более эффектно Константин Абаев, рукой Дмитрия Лызика. Это 2020 два молодых связующих, два конкурента в будущем за место в сборной. Конкурирует и сейчас своими острыми решениями в концовке. Влас, его придется к пределу подключиться на этом. Соколов, какой пас отдал Панков, а? Сетки, с троса, лицом, за голову. Но это высший пилотаж. Причем удобно было Соколову. Давайте еще раз посмотрим. Но я вам скажу, что это не каждый сделает. Вот просто реально, может быть, еще пару человек в мире, но очень-очень сложно. Многие в такой ситуации просто чаще всего произойдут, что... Скидывали бы или что-то там... Скидывать или ты начинаешь отклоняться вправо, залезать в сетку? Да, 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 все что угодно, но только не это. Браво, Павел Панков. Страховка Савина. Везде Сергей успевает. И еще успевает Савин по страхованию. Что творят, а? Так это и творят. Савин в одно лицо все творит. Эти две страховки сумасшедшие. Сергей Савин. Ну дайте ему пусть забьет еще. А он на задней линии. Тогда забьет Родичев. Прекрасный Новосибирск. И вот смотрите, нападал Люборич, забил Родичев, а сделал всю вот эту ситуацию с Савин своими двумя страховками. Фундамент. Которые никто бы не заметил, если бы я громко на это не прокричал. Потому что это незаметно вообще в принципе. Замечает только героев. Вот этот последний мяч Родичева. Но скрытые герои есть еще и... Да нет, ну как, почему? Замечать можно и нужно. Ну две подряд такие страховки. Это же вообще высший пилотаж. А почему меняют Родичева? На Ивовича на подачу. Верит в подачу Ивовича Пламин Константинов? Вполне. Здесь есть во что верить объективно, конечно. Даже с поправкой на то, что в эту игру он откровенно не попал. Собственно, в ее не попала вся команда первых двух партий. Да, да. Мы посмотрим. Сейчас может... Подача его это аргумент страшный всегда. Один раз махнуть рукой и все исправить. Все это надо правильно махнуть рукой. Сначала правильно подбросить. И потом правильно махнуть рукой. Делов-то? Делов-то. Нет, Воласова скручивает. Что тоже очень неплохо. Тяжело будет Семушеву. Ух ты! А он этого не замечает. Семушев не заметил, что ему тяжело. И опять блок Новосибирска. На узкий мяч закрывает антенну. Очень много. По месту ошибается. Правильный, хороший, тройной, монолитный блок Новосибирска. Но по месту ошибается. Потому что так Семушев зарулил 4 по 4. Даже не по 4, а ближе к 5. К 5, 5, да. И, кстати, что там делал Мартанюк? Почему он не вышел из-за блока? Тоже вопрос. Илья Власов. Но, опять же, это ни в коем случае не отменяет похвалы Семушева. Нет, конечно, Семушев великолепный удар совершил. Власов рискует на подаче. И уже замены больше нет. Хотя там есть еще какие-то игроки в Динамо, которые могли бы выйти и подать простенькую. Но хотя... А, как же? Есть же Белозерцев, который вышел с факелом и вообще там и эйсов наподавал. И вместе с дыру они игру там стабилизировали и в какой-то степени вырвали. Так что есть у Динамо, кому выйти на подачу вместо того же Ильи Власова. Высих прилично. Но Семушеву решать. Решает Антон Семушев. Как-то он так это легко делает. Как будто такая тренировочная ситуация. Тут все решается. Тут макану жизнь или смерть. А он как это, перышко. Он прыгнул, смахнул по первой, попал по пальцу. Пойди по этому пальцу попади. Опять же, это только в двух последних эпизодах визуально так легко видится. Это для него совсем не было легко почти полторы партии, да? Безусловно. Я думаю, что и сейчас ему нелегко. Это только так видится, что ему легко. Я говорю, пойди попади вот в этот палец, чтобы так отлетело. Московская! Мастерюга! Московская! Павел Панков. Конечно, там в начале сезона казалось, что с большой вероятностью роль его будет небольшой. И за тем, что он делает сейчас в завершающей части сезона, следить в целом очень приятно. Ладно, едем дальше. 23-23. Сейчас улетел как раз человек, которого мы обхвалили со всех сторон. Улетел за антенну и позволил Дражину Любовичу забить в центр площадки. Смотрите. Да, просто уже закрывал антенну. А мяч тогда до антенны не долетел. Перерыв. При счете 23-23. Константин Брянский. Это второй его тайм-аут. Ну, хорошо. Давайте попробуем что-нибудь услышать или прочитать. Как эти люди называются, которые по губам читают? Врачи специальные есть такие? Или не врачи, а специалисты? Специально обученные люди. Пусть будет так. Не полезут в гугл. Ну да, вот с этой акустикой можно только приглашать еще третьим к нам в компанию человека, который будет читать по губам тренеров, что они говорят. Ладно, шутки шутками. 23-23. Момент очень напряженный. Ну и определяющий. Момент, который определяет весь сезон. Сколько ты работал, что ты делал, все твои травмы, все твои слезы, кровь, пот. Все вот за одну минуту может определиться. Дражин Любович. Да, под его подачу брал перерыв Константин Брянский. Вверх Семышев. Ну ему же, ему же оставят Панков, конечно. Да, это ошибка Абаева. Потому что сейчас не мимо блока, а именно по третьему. Не успел правую, именно правую руку занести Константин Абаев. Посмотрите. И вот под этой подмышкой, как говорят, прошел мяч Семышева. Это матч-бол. Но Семышев опять же делал все правильно. Понятное дело, что не через центр, а через Абаева там. Семышев истину найти, да. Грандиозно все делает пока. Во-первых, потому что он забивает. Это уже грандиозно. А все-таки, если бы ошибки блока не было, ему было бы забить гораздо тяжелее. Ну да, забить гораздо тяжелее, если бы блока не ошибался. Ищут, находят. О, что-то слышно, по-моему. Какую-то конкретику сейчас сказал Константинов, которую мы прослушали и проговорили. И просим за это прощения, если кому-то помешали услышать, что говорил тренер Новосибирска. И, однако, получили мы то, что хотели. Наконец-то напряженную концовку. 24-23. Матч-бол. У Динамо, но принимать сейчас будет Новосибирск. Антон Семышев. Так, как минимум затруднил. Всю игру Сергей Савин творил чудеса. Ну а здесь не смог. И Динамо в финале. И я вам скажу удивительную вещь. Это будет восьмая встреча Московского Динамо и Санкт-Петербургского Зенита в этом сезоне. И третий финал между этими командами. Сначала Кубок России, потом Кубок ЕКВ. И сейчас чемпионат России. Уникальная ситуация. Я думаю, что единственная в своем роде. Но завтра в 19 часов мы увидим встречу этих команд в финале. Московская Динамо и Зенит Санкт-Петербург. Ну а за третье место встретится Новосибирский Локомотив и Кемеровский Кузбасс. Это, в общем, называется популярным французским словечком «Дежавю». Как бы у нас ни развивались события во всех турнирах, все заканчивается тем, что в финале играет Московская Динамо и Санкт-Петербургский Зенит. Вот завтра и посмотрим еще раз на встречу этих команд. За всем, дамы и господа, позвольте откланяться. Для вас на этом матче работали Павел Горщ и Тарас Тимошенко. До свидания, до новых встреч. Павел Горщенко. Динамо, Москва. Спасибо, дорогие друзья. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!